Здравствуйте, уважаемые профессионалы и любители шашечной игры. Сегодня я вам покажу подборку классных шашечных комбинаций от сильного игрока в заочные и очные шашки моего тезки, ныне покойного, гроссмейстера Олега Романчука. Первая комбинация возникла в очень экстравагантном дебюте после ходов СД4, БА5 и белые неожиданно сыграли ДЕ5. Сейчас уже век жеребьевки, таким дебютом никого не напугаешь, но тем не менее в начале 2000-х годов это было еще необычно. И теперь, видите, бесполезно черным нападать АБ4, потому что белые могут сыграть, допустим, СД6 и затем отыграют шашку, в принципе, с хорошей позиции. Поэтому после размена черные решили просто развивать свой сильный левый фланг. Белые также развивают свой сильный левый фланг. ЖФ6, БЦ3, АЖ7 и белые играют СБ2, строя упор для будущего размена. ФЖ5, белые меняются от СБ4 и занимают центр, но центр, видите, рыхловат. То есть есть отсталая шашка А1, кроме того, отсутствует шашка на поле С1. Черные играют ЖФ6, продолжают свою стратегию и белые подтягивают отсталую шашку АЖ2, АЖ3, ЖАЖ4. Ну, естественно, в этой позиции нельзя играть ЖФ4 из-за несложной комбинации. То есть отдали одну шашку, затем еще одну, и черные прорываются в дамки с выигрышем. Поэтому в этой позиции белые играют ДЦ3, и на ход СБ6 здесь уже играют ЖФ4. Далее в партии было ФЖ5, ФЕ3, ЕФ6. Ну и в позиции надо было играть АБ2 с более приятной игрой у белых, так как они здесь занимают центр. Белые сыграли ЕФ2. Кажется, нормальный ход, но на самом деле он уже очень красиво проигрывает. Можете поставить видео на паузу и попытаться найти комбинацию за черных. Черные начинают и выигрывают ходом ФЕ5. Идея гроссмейстера Блиндера. То есть в одной из своих партий я записывал видео «Гениальные шашечные комбинации». Посмотрите это видео, кто не смотрел. Гроссмейстер Борис Блиндер провел подобную же комбинацию. Очень похожая идея, да. То есть приходится бить Ф на Д6. Ну сюда, видите, нельзя бить, потому что после размена белые останутся без шашки. Поэтому приходится бить на Д6. Тогда черные меняются. Надо играть АБ4. Тогда черные заходят в люки. Ну и здесь есть два хода. После АБ2 выигрывает ход АЖ3. Побили. И затем играем ДЕ7. Побили, побили, побили. И черные прорываются в дамки на поле С1. С выигрышем. В партии же было Б5. Здесь черные выиграют не менее красиво. Играем АЖ3. Ну приходится бить на АЖ4. Лучшего нет. И затем играем скромно ДЦ7. Приходится бить на Ф2. Тогда бьем именно на Е5. И затем также прорываемся на преддамочное поле. С выигрышем. За партия Мартынов-Ершов. Следующая партия. Белыми играл Юрий Королев. Черными Мастер-Эскин. СД4, ФЖ5. БЦ3, ЖХ4. СБ4, АЖ5. Дебют. Киевская защита. Собственной персоной. Черные выбивают вот этим нападением важную шашку белых Д2. И затем развивают свой сильный левый панк. Белым рано или поздно придется меняться назад. Когда черные строят упорчик АЖ7. Белые играют АБ4. Далее в партии было ЕД6, АБ2, ДЕ5. И белые играют СД2. Грозят сыграть ДЕ3. Поэтому черным надо играть ЖФ4. Лучшего нет. Белые играют БЦ5. Ну и в этой позиции есть два хода. ДЕ7 правильно играть. А вот ДЦ7 уже проигрывает. После ДЦ7 играем БА3. Ну видите, СБ6 нет из-за простого удара по затылку. То есть отдаем одну шашку. Затем бьем на Б4. Ну после всех разменов выясняется, что шашка у белых лишняя. То есть белые здесь побеждают. Если же черные в этой позиции играют ФЕ7. Наиболее сильнейшее сопротивление. Тогда играем, прошу прощения, тогда играем СД4. Бой. Бой на Б4. Ну видите, белые грозят побить шашку Е5. Поэтому приходится играть СБ6. Тогда бьем на Е5. Ну и после всех разменов шашка у белых лишняя. Но черные, видите, нападают. Надо отходить. И играют БЦ7. И вот в этой позиции есть очень красивый выигрыш. Также можете поставить видео на паузу. И попытаться найти выигрыш за белых. В конце будет элегантная комбинация. Играем Е4. Шашку черным надо отыгрывать. Они играют АБ4. И неожиданно играем СД6. Присоска или контур удар. Ну видите, сюда бить бесполезно. То есть белые выиграют шашку. Поэтому приходится бить на поле С5. Тогда еще играем ФЕ5. И грозим сыграть ЕД2. Поэтому черным приходится играть БЦ3. Ну тогда проводим несложную комбинацию. Отдаем одну шашку. Затем еще две. И прорываемся к дамке с выигрышем. Но это лишь присказка. А сказка будет впереди, друзья. В этой позиции мастер Эскин правильно сыграл ДЕ7. Белым надо играть Б3. Обратите внимание, что СБ4 здесь в этой позиции проигрывает. Из-за элегантного удара. Черных. Они играют неожиданно ФЕ3. И видите, в какую бы сторону белые не побили, они проигрывают. Лучше побить на Д6. Тогда черные прорываются в дамки вот таким образом и выигрывают. То есть в этой позиции после ДЕ7 надо играть только БА3. Теперь черные играют ФЖ5. Белые СБ4. ЕФ6. БА5. ФЕ7. АБ4. ВЦ7. ДЦ3. Такой форсаж пошел. В этой позиции у черных все-таки была ничья. Надо было разменяться вот таким образом. Ну и покажу основной вариант, как можно было добиться ничьей. Например, ЕД2. ЖА6. Белые меняются назад. Черным надо нападать. Белые отходят. ЖФ4. ЕД2. ХЖ5. ДЦ3. Ну и после размена надо бить именно Ж на Е5. Остальное плохо. Ну и после ЕД6 возникает примерно равный Энш. В партии же мастер Эски нашибся. И сыграл ЕД4. А вот этот ход очень красиво проигрывает. Бьем именно Ж на Е5. Ну и видите, бить на Б6 бесполезно, потому что белые сыграют СД4. И вот за счет этой связки выигрывают. Ну, например, такой сильнейший план. Допустим, СД6 бой-бой. АЖ3. ЕД6. Меняемся назад. Ну и постепенно выигрываем за счет центра. Тут уже, как говорится, сами разбирайтесь. Поэтому. Черные это посчитали. Ну и побили на Б2. Кажется, ну что такого. А вот здесь белые проводят очень красивую разгромную комбинацию. Можете поставить видео на паузу. И попытаться найти выигрыш за белых. Не расстраивайтесь, если у вас это не получится. Очень красивая комбинация. АБ6. Видите, сюда бить нельзя. Потому что белые побьют таким образом и победят. Поэтому приходится бить на С3. Тогда играем. СД6. Снова бить одну шашку нельзя. Видите, белые побьют таким образом. И выигрывают. Поэтому приходится бить сюда. Тогда отдаем еще одну шашку. Затем еще две. И затем собираем богатый урожай. С выигрышем. Ну здесь возможны два варианта. АСЖ3 и ФЕ5 ведет примерно тому же. Давайте рассмотрим. На АСЖ3 или ФЕ5 нападаем. СБ2 надо отходить. Еще раз нападаем. Надо отходить. Затем играем СБ2. Ну и на ход ЖХ2 играем БС3. Не давая АСЖ3. Из-за ухода дамкой на Е1. Поэтому приходится играть АБ6. Тогда играем СБ4. Снова не даем этого хода. Ну и на ход БА5 уже ставим вилку так называемую. Или штану. Только добавилась деталь шашки Ж1 и АСЖ2. Так. Если в этой позиции черная игра АБ6. Тогда выигрыш здесь еще более простой. Нападаем разок. Надо отходить. Еще раз нападаем. Здесь белые очень быстро выигрывают ЖХ2. Ну и по позиции А2 на 2. С выигрышем. Следующая комбинация. СД4. Прошу прощения. СБ4. ДЦ5. Вот такая же рябьевка выпала соперником в партии Фуфаев-Лебедев 1993 года. И белые начинают сразу же атаковать правый фланг черных. Черные защищаются. ЕД6. БА5. БЦ7. Белые играют БЦ3. Развивают свой сильный левый фланг. И черным надо как-то защищаться. Они играют БЦ5. Но на ход АБ2 играют СБ4. Пытаются как-то отскочить. И у них, конечно, центр. Но центр очень слабый. Белые напали. Черные разменялись. Ну и в этой позиции очень сильно и ЕФ4, и ЕД4 играть. Но белые предпочли разменяться ЖФ4. Черные играют Б3. И белые играют ФЖ3. Черные играют ФЖ5. Пытаются как-то развиться. И белые нападают. Черные здесь разменялись ЕД6. Вот это уже ошибка. Правильно было играть СД6. И там шансы на ничью еще оставались. А вот после ЕД6, здесь уже позиция очень плохая у черных. Они еще пожертвовали шашку. И развивают отсталую шашку. Белые подтягивают шашки ближе к центру. Развивают свою отсталую шашку H2. Ну и на ход ДЕ7 играют СД4. Черные играют ФЖ5. Надеются, что ничья не за горами. И вот здесь можете поставить видео на паузу. И попытаться найти очень красивую комбинацию за белых. Кстати, очень неожиданная. Такая необычная идея. Сразу же говорю, что напрашивающийся ход же H4 не выигрывает. Черные закрываются. Ну и тут возможен, например, такой вариант. ДЦ3. АБ6 все форсировано. СД2. Играем. Прошу прощения. Играем ФЕ5. Бой-бой. Ну и допустим, на ЕД4 уже можно сыграть ЕФ6. И на ДЕ3 ДЦ5. Кажется, что белые выигрывают. Но на самом деле это не так. Это позиция ничейная. Черные. Прорываются в дамки. И видите, ставить дамку бесполезно. Потому что черные отойдут на H2. И затем побьют на Д2. Если же белая игра, допустим, ЕД4. Тогда нападаем разок. Надо отходить. Затем уходим дамкой. Ну допустим, на поле А1. Ну и на любой ход. Просто размениваем шашку H4. И черные добиваются ничьей. Поэтому в этой позиции H4 не выигрывает. А выигрывает только неожиданный ход ДЕ5. Даже в голову такое не придет, да, друзья? Ну и черные нападают. H4 лучшего нет. И белые ставят присоску. Или контур удар, так называемый. У черных есть три взятия. Ну и естественно, так бить бесполезно. Тут белые быстро выигрывают. Такое взятие тоже очень быстро проигрывает. Допустим, вот такой вариант здесь возможен. Ставим дамку на Д8. Надо отходить. Затем нападаем на шашку Д4. Надо отходить. Ну и затем быстро выигрываем. То есть на сильнейший ход АЖ5. Играем ДЦ3. Ну или на Ж4, или Ж4. Ставим дамку на Ф2. И легко выигрываем. Поэтому в партии черные побили шашкой на С5. Тогда белые подкидывают еще две шашки. Снова присоска. Видите, бесполезно бить на Ф2. Потому что белые проведут вот такой разгромный удар. Поэтому черным приходится бить на Ж5. Тогда играем скромно ЕФ6. И все равно белые побеждают. Вот такая красивая и необычная комбинация. Ну и последняя комбинация на сегодня. Из партии Романчук-Тружинин. Двух нижнетагильских мастеров. Олег Романчук-Тружинин. Кстати, по-моему, оба потом гроссмейстерами стали. Партия 1969 года. АБ4, АЖ5. ЖФ4, БЦ5. В принципе, для 1969 года оба соперника играли необычным образом. Белым лучше всего занять центр ходом с АД4. И черные играют ДЕ5. Ну, тогда меняемся АЖ3. Черные сами меняются. И видите, у белых есть запасные темпы. У черных переразвитие. Поэтому позиция белых более приятная. Они играют ЖФ4. Ну и на ход СД6 играют ФЖ3. Черные правильно меняются. ЕД4. Чуть ли не сильнейший ход. То есть, видите, с помощью этого размена как-то более-менее уравнивают позицию. Последовало АБ2, АБ6. Ну и здесь белым бесполезно нападать. БЦ3. Там черные просто закроются. И у белых не будет особого преимущества. Поэтому белые выжидают ЖФ2. Черные играют АЖ7. Белые снова выжидают ФЖ3. И вот здесь, после ЖФ6, уже надо было, видимо, играть ЕФ2. А белые ошиблись. Сыграли ЖФ4. И у черных был очень красивый вариант. Смотрите. Они сыграли БА5. Этот ход слабый. А правильно было сыграть БЦ5. И вот здесь уже белым надо было меняться. ДЦ3. И постепенно уравнивать позицию. А напрашивающийся ход БЦ3 даже проигрывал. Смотрите. Черные выигрывают с помощью А5 присоски или контур-удара. Играют ФЖ5. Ну, допустим, побили на А5. Теперь играем АБ2. Грозим пройти в дамки, поэтому приходится бить на А3. И теперь играем СД4. Ну и как бы белые не били, черные все равно оказываются в дамках. Ну, например, таким образом. И черные постепенно побеждают. За счет дамки. В партии же черные ошиблись. И сыграли БА5. Теперь белые играют ЕФ2. Черные играют ЕД6. И белые выжидают ФЖ3. Ну, и здесь можно было сыграть, допустим, ДЕ7. И возникла бы примерно равная симметричная позиция. Ну, допустим, сюда. 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 Ну, и здесь АЖ7. Там черным пришлось бы делать еще тяжелое ничьё. Но черные сыграли ДЦ7. Теперь белые уже нападают. И черные здесь совершили решающую ошибку. Ход ФЕ7 уже проигрывает. Правильно было играть БЦ3. То есть черным уже самим надо было ставить присоску. Приходится бить на Д4. Тогда черные играют ДЕ5. И прорываются в дамки. Ну, здесь возникает примерно равное окончание. То есть, несмотря на лишнюю шашку, черным все-таки здесь надо самим стремиться к ничьей. Потому что белые могут провести вот эти все три шашки в дамки. Поэтому черным надо играть аккуратно. Но ничья еще была. А вот ФЕ7 уже проигрывает. Смотрите. ЖФ4. СБ6. БЦ3. БА7. СД4. Ну и теперь черным надо меняться. ДЦ5. Вперед бить нельзя. Из-за несложной комбинации. Смотрите. ЕД4. АЖ7. Ну и Ж6. И белые прорываются в дамки с несложным выигрышем. Например, БЦ3. Черные еще как-то сопротивляются. Напали разок. Надо отдавать шашку. Затем красиво жертвуем дамку. И легко побеждаем. Черные это, естественно, увидели. И поэтому разменялись назад. Ну и здесь не менее красивый выигрыш. ЕД4. Ну и на сильнейший ход. СБ6. Жертвуем шашку. ДЕ5. И играем АЖ7. Ну черные думают, что вроде бы ничья не за горами. Играют ДЦ3. Тогда ставим дамку. И играем СД2. Ну черные бьют. Думают, сейчас белые побьют на поле А1. И черные пожертвуют две шашки. И добьются ничей. Но не тут-то было. Белые неожиданно побили на Б2. ПОЖЕРТОВАЛИ СВОЮ ДАМКУ. И затем очень красиво победили. Друзья, если вам понравилась подборочка, не забывайте ставить лайк и подписываться на канал. Это меня здорово мотивирует. И я продолжаю поэтому записывать свои видео. Пишите комментарии, задавайте вопросы. Если что-либо непонятно, отвечу на все вопросы. До свидания, друзья. И давайте воевать только на шахматной и шашечной досках.